Попали на фестиваль цветов в Ташкенте, который проходит в этом году с 6 по 8 мая. Сегодня последний день на площади перед Хаят Режинси Ташкент. Вход бесплатный. Вот такие композиции здесь. Там интересно, какие есть зайки такие чудесные. Сегодня в Ташкенте перекрыто много улиц, потому что у них какой-то картик заезд. И прям таксисты крутят, вертят, что вы как-то подъехать, очень много улиц перекрыто. Какая замечательная машинка. Очень жарко, сегодня 37. И, конечно, там даже если надо идти километр, мы берем такси по штануне, вообще не. Сейчас хотим съездить сюда, потом, может быть, это рядом Ташкент-Сити, мы еще там не были. Потом, может быть, на рынке в бассейн, который в нашем отеле, брыгнуть перед отъездом. Вон, какая красота. Кофе. Конечно, для нашего человека здесь сейчас очень жарко, потому что ташкентцы говорят, что у них тепло, у них не жарко, у них тепло. Не знаю. А где-то, думаю, он как у тебя случайничает. С чашечкой. Площадь Эмур-Темира. И вот она сейчас вся в композициях цветочек. Три дня на это. Пожалуйста, он дай нам кельч, дай нам больше к нам лететь. На это мере прилетия отвезено в городе, что-то вроде офигенной башни вот сделала. И очень красиво. Семь дней мы в Ташкенте. А, нет, десять. Уже десять. Еще не так. Здесь мы в Узбекистане. И во первые два дня мы были в Ташкенте. И вот сейчас завершающий день у нас тоже в Ташкенте. Пытались им решить вопрос с картой местной, но уже подключили всех, часть сотрудников отеля. Они с нами сегодня бегали. Пытались решить вопрос безуспешно. Там проблема в том, что невозможно подключить смс-оповещение, а если этого нет, то невозможно войти в предложение капитал-уманка. Наш номер в отеле Шахар. Так, ванна. Вот такая у нас ванна. У нас совершенно потрясающая территория. Рынок. Это хлебобулочный отдел. Очень красиво здесь. Вообще, рынок огромный. Мы потерялись, честно. Столько всего и чего только нет. И рассада, и хлеб, и овощи, и фрукты. Летим мы в Чемганске. Это мы на Чемгане. Ой, ёх. Все страшно. Канатка у нас сегодня вторая уже. Очень круто. Водохранилище. Прикольно. Прикольно. Они там, вот можно... Принцип понятен. Ну да, там дыры-то у вас есть, конечно. Ну да, там дыры-то у вас есть, конечно. Вот здесь какие-то кафешки, мечети, какая-то торговля. Ну вот как-то так. Еще никуда не ходили, но вот прям понимаешь, что здесь так. Док. Сидим в здании в чудесном кафе. Лелик хаус. Заказали мороженое, кофе по-турецки. Даня себе взял капучино. У нас тут такое потрясающее место. И сейчас ходили, купили ножи из дамасской стали. Сейчас 7 утра в Бухаре. Собрались поехать на рынок. Сидеть на рынок, потом на завтрак, потом в банк. В общем, дела дофига. И сейчас мне очень жарко. И пока еще пустынные улочки. И тоже нет торговли. Там какая-то семья местная идет. Красота. А все ради все шипело, кипело. Столько народу, столько путешественников. Удивительный город мне тут очень понравился. Мы еще сегодня поедем куда-то в пригороды Бухары. Внутренний дворик у нас. Мы здесь завтракаем в отеле. Амар Хаял. Сейчас ездим на рынок и тоже будем завтракать. Идем на рынок. Бухары. Начали на рынок. Ворота Рэнка. Бухары. Бухары. Ну вот как-то так. Пошли. Ну вот это для больших свадьб. Ну здесь в семье тоже делают его. Но не всегда. Это мы называем свадебным пловом. Вот сейчас вы увидите весь процесс. Как опытный человек, расскажите о рисе. Вот что в рисе важно? Так, можем отсюда. 500-600 грамм моркови. Это опять-таки из того, кто как любит. Если вот хотите вы более сладковатые, больше моркови. Вот. Значит, килограмм риса. 500-600 грамм моркови. Так, 400-500 грамм мяса. Мясо слишком много класть тоже не надо. Потому что уже вкус мяса начинает преобладать над вкусом риса. Пропорция она вот такая. Значит, килограмм риса, 500-600 грамм моркови. Ну, где-то 400-500 грамм мяса. Так, 150-200, ну, 250 грамм растительного масла. А нут еще? Для стандартного нута. Ну, вы знаете, нут, так, ну, две пялушки. Две пялушки. Две пялушки. Тоже? Да, вы просто берете нут, на ночь вы замачиваете в воде, на следующем варите, потом будет готово. И все. И самый главный ингредиент это душа. В душу вложите и все. Вот это блюдо. А изюма сколько? Изюма тоже пялушки. Это будет рис или нет? Ну, сколько? Ну, 100-150 грамм. Ну, стакан. Ну, стакан. А вы с рисом что-нибудь делаете, чтобы он не слепался, да? С рисом что-нибудь делаете, чтобы он не слепался? Вот, смотрите, рис его сначала, конечно, промывают. А это вообще зачем? Чтобы крахмал отошел. Да? Вот, два-три раза. Но есть, которые его держат в соленой и горячей воде. Я запустил его нигитрой. А в семье вообще во всем мире лучше поворота мужчины. Мужчины, да. Мужчины. Женщины, они более экономные, поэтому у них и так получается. Если один раз хорошего пловь взял, потом же он у нас выгоняет, а с холодильника это отойдет, там все. Недельный запас потратил. Вот. Ну, дело не в этом. Ну, не спокойно веков. Эти свадьбы, это друзья там. Я в жизни один раз приготовил 30 килограмм риса. С водой. Вот такой казан. Был студентом. Сделали. Ну, вот как-то то. Мужчины больше притягиваются к этому. На этом пошел? Да, 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 да. Это когда в свадьбе? Студент, хлопцы собирали, тут же заболел. Я говорю, нет, я болею, я не могу так много хлопцы собрать, потом меня переборят туда. Вначале картошечки сел, а потом начал сохнуть. Так и научились. Здесь огонь очень маленький, обратите внимание. Несильный огонь. Потому что там пока нет воды, вот пока она потихонечку сел. А это до готовности? А это до готовности? Пожалуйста. А там сейчас, по-моему, рис лак. А здесь еще они положили или положили? Так, кельян, гурчхо дизламичек? Да. Это соленая вода. Сейчас соленая вода. Как вода начинает кипеть, туда положат рис. Она уже кипит. А сколько воды и риса пропорция? Да, да. Это свадебный клоп, она отдельно варится. Так нету. Она всегда варится. Как рухсу соламат? В гурчху выливать? Нет, допустим, или вода выкипет вся. 25 литров в воде, и он добавит. Рис готовится в Казани для плова свадебного. Плов приготовить. Наступного марка. Империя atteла. В 100,000 трубах. Онорой. Она не выпFinally FireO Karol. Как видите? Так happiesttechnical заай. Музыка попала. Наступного марка. Музыка brackстрация. Рисованны велол peeled при заплач entreprises. При этого алайieren п Apa? Про-туб복ник. Я трубила universes. не ты хочешь пей очень фотографирует он какая-то фотограф от бога он мы его попросили что ты стесняешься реально хорошо никогда не этот свои таланты не этот не скрывать мы его попросили сфотографировать и он нас такие фотки нет нет они молодец он реально хорошо фотографирует я ему тоже говорю что хорошо видишь даже да не я это одна это говорю а ты нас не слушаешь а что это такое зреет я уже три раза сказал это персик персик мне очень нужен готова есть месяц они за черешни полез да мне тоже черешенку одну дань ты тут пивом хожу как высоко дать я чуть не грохнулась давай блин какая крутая мы купили за 25 спасибо по-моему мы правильно зашли нас там ждет который готовится кролики живут пришли капитал банк открыть счет карточку это в бухаре вот здесь вот такая вот история вообще не помогать здесь разобраться хорошая новость том что нас сюда привезли организаторы тура идем в капитал банк там по идее должны уже быть готовы наши карты не знаю сколько там сейчас народу влюблен опять что такое до пяти он работает сейчас пошлась дело стоит так получила я карту капитал банка теперь народ еще здесь стоит уже здесь больше не двух часов при том что нам помогали все организовать теперь непонятная ситуация как все выполнять эту карту паспорт я взяла евро а на евро может только евро и это может сделать только через банк у них нельзя пополнять евро карту через банкомат и вполне вероятно можно как-то это делать онлайн но не совсем тоже еще нет ясности как это правильно сделать у нас коротко очень надо будет пробовать но вообще очень получили мы эти карты это реально я брала себе евро в мастеркар стандартный пакет стоит 25000 суббру то есть это полу двух евро двух долларов в мастер потом расскажу о чем дело заплатить едем из бухары в хиву железной дороги туда нет соответственно единственный способ как туда добраться ну может она не единственная на самолетом еще можно можно на машине вот это казыл сыры кум пустыня вот это хорошая дорога до этого ехали 90 километров прямого смысла по проселочной дороге дын 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 просто и сейчас наверное градусов не знаю 45 50 пустыня козелку красные пески переводится очень горячо песок раскалывается прямо вот я попробовала босиком нет невозможно мы не заправки да не нашел собаку это собака прямо да я только перестаю гладить она к нему она к нему да ну вот справа чуть-чуть побольше воды ну это процент скажу так процентов 10 12 40 до 30 и 40-летней дамы поселились мы в отеле забыла даже как он называется шикарный отель вот вид у нас вот такой вот с крыши закат хива живем мы как обычно самом центре города минареты пришли в ресторан наш номер в отеле за рапшан нереальный отель просто красота красотища просто очень красивый отель находится в самом центре хивы вообще это город конечно сказочный весь узбекистан сказочный донечка а это у нас такая вон а мы сейчас пришли зданий донечка с ресторана ресторан тоже волшебный ну как красиво у нас и на караван зашли в очередной караван сарай сейчас будем кушать заказали всего вот такие мы за столиком они ушку мои какая красота это свадьба что две свадьбы или одна свадьба как мы удачно какая в релесть какие красавицы вот тут вот прям вот тут вот прям вот тут вот прям вот здесь вот и Уважаемый гость, здесь работает наш мастер, который о том, чем вы... ...только плачет ноутбук или телефон, не можно. Все знает про вас. А это ваша книга, если побольше. Это основной, пятой позиции, чтобы из этого была вверх книга. То есть когда сидишь, чтобы книга не была... Ну, как бы если священная книга, чтобы она была ниже пояса. И так закройлась. Не надо меня говорить. Я жена нужна. А вы ответственные мужчины. Все, да? Снимаем. Надо держать минуту. Это уже первый. Второй. Вы говорите гречево каждый раз. Нет, вот тоже Коран по-разному. Четвертый, пятый. А это уже чистой для айпада. Седьмой. Ваши блачевые коллеги. Восьмой. Нижние двераты. И основной это уже десятый подвесник. Вау. И так закрывайся. Вот здесь вот жилые дома уже. Вот у людей такие... Топчины. Они на них вечером. Прям всей семьей чай пьют. Дети валяются. А вон там, кстати, по-моему, видно. Вон там детки какие-то. О! По топчинам прям. То есть это вот прям вот живут так круто. Здесь чайный дом. О! Ой! Кажется, кажется. О! 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 Буря закончилась песчаная. Мы теперь благополучно все в песке. А? Потому что песок поднимается просто страшный. Ну, у нас как-то это не останавливает. Буря закончился. Домик закончился. Пошли гулять. Аэропорт Тургенчо. Зал ожидания. В общем, зона вылета. Вот прям. Вот так. Туалеты. И все. Посадка на самолет происходит вот так. Все вышли и пошли по аэродрому. Пешком. Вероятно, это наш самолет. Он тут один вообще единственный стоит. Идем. Один рейс. Один самолет. Все пешочком. Я даже не знала, что так бывает. Ну вот. Узбекскими миолинами летим. Внутренними рейсами. Билет. Значит, по стоимости Хева-Ташкент 27 евро. Ну вот. Вот так. Вот так. Я еще думала, что это не наш рейс. Здесь. Тут другого нету. Один. Ты не вылезнен? Ты не вылезнен? Ты не вылезнен? Внутри, как ты? Ах, кто? Продолжение следует...